Руководство города, депутаты, активные бобруйчане возлагают цветы к вечному огню. Дань памяти героям, благодаря которым белорусы живут и трудятся под мирным небом. Мир созидания. Ежегодно 1 мая объединяет тысячи человек. Бобруйчане с энтузиазмом откликаются на новость о традиционном велопробеге. Съезжаются на железных конях с каждого района города. Очень великолепные эмоции, очень много людей. Я очень рад, что мне повезло участвовать в этом мероприятии. Очень хорошо, красиво все. Песни красивые, атмосфера добрая, уютная. Нас много сегодня, как никогда. Мы Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов. Настроение прекрасное, весенняя погода хорошая. В ожидании старта трудовые коллективы, учащиеся учреждения образования, дружные семьи, настоящие спортивные энтузиасты. Впереди всех юные велогонщики. Участвуют 16 ребят и четверо взрослых наших. Хороший настрой, веселое, радостное. Отличное настроение. Буду участвовать в велопробеге. Классно, нравится. Я принимаю участие каждый год и все мероприятия я приезжаю со своими флажками. Белпочта, я люблю свою родину. Экодвижение – это еще и возможность полюбоваться родным городом. Традиционная дистанция – Минская Карбышева-Бобруйская арена. Семь километров маршрута скрашивают счастливые улыбки, патриотичный настрой, теплые лучи солнца. Мне очень нравится свой город. Я каждый год принимаю участие в велозабеге. У нас просто классно. Мне нравится очень спорт. И я всегда люблю кататься на велосипеде. Мы приходим с семьей на такое мероприятие. Нам нравится поучаствовать за Беларусь, за Бобруйск, за здоровье. Все-таки велосипед – это как за спорт, за чистый вид транспорта. Поэтому, мне кажется, как-то все объединяются. С высоты птичьего полета колонна поражает масштабами. Под 10 тысяч человек первомайским утром движутся по общей траектории любви к городу, стране, спорту. Это праздник для города Бобруйск, особенно 1 мая. Все мы их всегда отмечали. Но традиция – это устраивать велопробег. И этот год у нас стал не исключением. Бобруйчан все больше и больше, которые увлекаются спортивными мероприятиями. Во-первых, здоровье. Ну и Бобруйчан поздравляю с этим большим-большим праздником. Каждый финиширует с бодрым зарядом энергии. На площадке у Ледового дворца спортсменов весело встречает группа поддержки. Все участники спортивного события выстраивают символичную фразу. Слава труду. Кульминация 1 мая не только про красоту, про силу единения. Хочу поздравить всех с праздником 1 мая, с Днем труда. Это действительно очень знаковый праздник, исторический праздник. Сегодня такая хорошая погода. Собрались много коллективов. Поэтому всех наших жителей поздравляю с этим праздником. Всем здоровья, благополучия, удачи. Ну и всего самого хорошего. В парке культуры и отдыха эпицентр событий – торжественная церемония награждения работников. Бобруйчане из года в год доказывают любовь к городу через высокие трудовые результаты. Почетные грамоты получают около 40 человек. Сотрудники Белшины, Таима, Фондока, ТДА, сферы здравоохранения и не только. Чествуют лучших профсоюз. Наша все-таки организация, она объединяет людей. Она позволяет им участвовать в каких-то массовых мероприятиях. Те же самые велопробеги, те же самые автопробеги, те же самые шествия Дедов Морозов, Снегурочек. И, скажем так, это очень поднимает настроение, сплачивает коллектив. Приятно, когда поздравляет профсоюз. Когда именно рядом с трудящимися, рабочими мы здесь находимся, в нашем городском парке. Все прекрасно и замечательно. Я благодарна нашему профсоюзному комитету, что они меня не забыли. Мне очень приятно. Я очень рада за наше здравоохранение, за наше руководство. И в дальнейшем, чтобы так все у нас было хорошо. Танцуют все! Насыщенная концертная программа озаряет улыбками сотни людей. Усидеть на месте задачка не из простых. На ярмарке изделий глаза разбегаются от изобилия. Для любителей полакомиться на свежем воздухе зона фодкорта. 1 мая каждый бобруйчанин находит занятие по душе и, несомненно, сохраняет в памяти красный день календаря. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.